мы вошли в эпоху где главное это клиент и сейчас эти эпохи и вот этот взрыв который происходит и это самый будет лучший способ как нас обслужить лучше всего я почувствовал что я превратился из писателя кода так скульптора то есть писательства кода в прошлом вот эти citizen developers они что будут девелопить здравствуйте с вами подкаст коптерка цифровизатора проект в котором мы говорим о цифровых технологиях с людьми которые их создают и сегодня у нас особый гость артем гаражко айти предприниматель сооснователь и руководители компании мета бот привет артем привет александр собственно мы с тобой собрались поговорить про low код но у код и вообще про жизнь давай сначала на самом деле ну до тебя здесь были разные уважаемые люди в том числе разработчики представители разных вендоров и в целом шутки про low код и но у код часто звучали в этом эфире давай начнем с простого что мы подразумеваем под low кодом под low кодом мы подразумеваем методику программирования с малым количеством кода не вполне понятно хорошо вот у нас есть самый низкого уровня язык ассемблер да там какое-нибудь выражение будет чудовищно длинное то есть там будет очень 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 много кода ну физически чтобы реализовать какой-то функционал а на верхнем уровне в языке это можно выразить там одной строкой вот грубо говоря вот это low код нет я бы я по-другому охарактеризовал и кстати самый низкоуровневый язык это машинный язык да единичка ноль да потом появился ассемблер который там мнемонический язык где уже можно как-то символьно какие-то описания делать и стало более понятно но все равно это был достаточно низкоуровневый язык язык вообще существует пять уровней эволюции языка программирования да третий язык на котором написано операционные системы драйвера он уже более читабельный для человека язык да это си это джава да да линукс на линукс например там 4 4 9 версия там два процента написано на ассемблере 97 98 процентов написано на третьем языке четвертый уровень как раз вот где находится low код это языки которые в отличие от третьего уровня ну вообще ты что такое третий уровень это язык который позволяет на человеческом как бы языке описывать некие конструкции логические алгоритмы функции процедуры классы уже как-то абстрактно мыслить не машину код а некую абстракцию проектировать но это все равно очень сложно и как бы голова взрывается от этих конструкций это недоступный уровень программирования обычным людям да это айтишников а вот четвертый уровень в него добавляется дополнительные абстракции например управление базой данных аналитические отчеты то есть можно делать решать задачи на гораздо более уровне абстракции года конечно может быть и больше может быть и меньше но главное в том что четвертый уровень позволяет решать задачи быстрей и делать это проще и мыслить на этом уровне уже могут не айтишники создавать решение возникает пятый еще уровень где уже ты описываешь проблему или задачу но на естественном языке и ты как бы описываешь спецификацию которую ты решаешь ты проблематику описываешь очень хорошо и свои ожидания что ты хочешь получить но ты не описываешь сам алгоритм хорошо но я сейчас добавлю что где находится лоукод лоукод это попытка это сказал ответ рынка на запрос изменившиеся парадигмы бизнеса когда к пришел как сказать мы вошли в эпоху где главное это клиент потому что появились цифровые программы где которые появился интернет появились мобильные приложения и собственно клиент начал взаимодействовать с продуктами с продажами с маркетингом через софт давай распаковывать по шагам сейчас мы вот на на эту высоту неверозимую духа поднимемся чуть попозже смотри я уже рассказывал что вот есть SQL да simple query language простой язык запросов идея была такая что сейчас каждый манагер каждый понимаешь маркетолог и логист уж как-нибудь сообразит как у базы данных спросить что ему надо и там синоксис простой выбрать оттуда да 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 не не подожди еще этого еще до g5 еще 20 лет до g5 еще 20 лет он появился с идеей погнали сейчас будут менеджеры сами запрашивать у базы данных что им нужно и не будут дергать программистов хороший план но только не сработало потому что теперь пока есть программисты ну одно время были программисты которых нанимали писать только на SQL ну и до сих пор это да и это никогда не делаешь возникает резонный вопрос это же была попытка в лоу код нет все-таки надо немножко про тренды говорить про исторически как сформировался лоу код потому что лоу кодом тогда можно обозвать абсолютно все это же просто эволюция как бы разработки программ обеспечения но это не лоу код как просто если мы начнем называть SQL лоу кодом тогда мы откончательно запутаемся хорошо тогда давай может быть оттолкнемся от того что ты делаешь вот мета о компаниях когда ты возглавляешь что она делает мы занимаемся автоматизацией путей клиентов их упрощением и автоматизацией то есть мы по сути сопровождаем клиента на каждом шаге пути клиента и упрощаем доступ к информации каким-то решением то есть это по сути разработка виртуальных ассистентов в мессенджерах в чатах на сайтах которые решают определенные задачи клиентов а можешь какой-то дать приближенный к жизни пример ну например наш любимый клиент рихао они занимаются производством консультуре кажется нет рихао это инженерная компания они занимаются производством материалов для отопления теплых полов да и у них не прямые продажи они продают через своих партнерах через монтажников через монтажные организации соответственно им нужно привлекать эту аудиторию удерживать работать с ней и там очень долгий путь клиента и нужно привлечь нужно показать ценность рассказать про сложный продукт нужно привести на вебинар нужно обучить на каждом шаге очень много коммуникации соответственно если ты пытаешься масштабировать бизнес то это очень дорого через людей масштабировать нужно будет нанимать большие штаты а то что мы делаем мы создаем виртуального ассистента, который сопровождает весь этот трафик и решает конкретные задачи на конкретном шаге. Например, привести больше людей на вебинар. Просто у нас есть решение, которое в 5 раз больше приводит аудитории при том же бюджете. Понятно. Тогда, ну вот хорошо. Я не представляю себе контекст. Есть, например, ну вот есть маркетинговая задача привести в 5 раз больше людей на семинар. Она в человеческой жизни как-то решается. ДОП-обзвонами, контекстной рекламой и так далее. Но есть какой-то набор логики в этом. Ну и, соответственно, естественно, какую-то клиентскую базу тоже как-то дергают, приглашают и так далее. Предположу, что вы как-то автоматизируете этот процесс. То есть вы помогаете, если мы решаем задачу, привести в 5 больше людей на семинар. Извиняю, я часто отрезаю. То есть мы подхватываем трафик в тот момент, где их привлекли, мы их подхватываем и мы не теряем этот трафик. Вы с ними общаетесь по поводу вот этой всей истории. И мы ведем этот трафик, мы доводим до следующих целей. Потому что часто коммуникация уже у крупных компаний выглядит как некий друшлаг, в который льют бюджеты. Ну все верно. И потом просто их растеряют, пока дойдут до цели. Уже осталось... Никого не осталось. Ну то есть по сути метабот это в общем метабот. Это бот. То есть вы делаете ботов, которые умеют быстро и уверенно общаться с аудиторией. Да, причем на каждом этапе взаимодействия с клиентами там разные задачи. Кто-то пришел на этапе маркетинга, да, и он еще не знает, хочу с вашей компанией работать или нет. Нужно создать ценность, показать ценность. Кто-то уже является клиентом, и у него какие-то вопросы возникают. Соответственно, там разные коммуникации на разных задачах. Дело у код здесь, да, казалось бы. И вот теперь, да, давай оттолкнемся от этого и пытаемся понять, что такое, да, лоу-код. Лоу-код. На рынке вообще очень много разных бот-платформ существует, да, в том числе ноу-код, где не нужно кодировать, и они позволяют закрыть часть неких кейсов компании очень быстро, да. Но как только... Вот реальный пример из жизни. Как только там гипотетический монтажник в Rehau говорит, отлично, мне нравится ваша продукция, я хочу работать с вами, что дальше? Ну, когда мы ему прислали некий контент, и он его поглотил, ознакомился, он говорит, я хочу работать с вами, что дальше? Нужно его отправить на портал Rehau, зарегистрировать, нужно вот привести на вебинар, зарегистрировать. И что может быть сделать? Если нет интеграции с существующими системами, можно только ссылки присылать и терять вот это взаимоотношение, отправлять в другую систему, терять вот это взаимоотношение, диалог с потенциальным клиентом. Что мы делаем? Мы берем и интегрируем в этот путь, в диалоговый путь, все системы, которые встречаются на пути, и мы упрощаем это взаимодействие. Для монтажника, который часто в полях, он занят, ему некогда там изучать 10 систем, он просто говорит, да, зарегистрируйте меня, вот моя информация, наш бот идет и добавляет всю эту информацию в другие системы. И вот эти вещи часто требуют кода, нужно сделать интеграцию, нужно разработать какую-то бизнес-логику, потому что бот начинает превращаться в некий софт. То есть это бот превращается в некую альтернативу мобильному приложению, который интегрируется во все системы предприятия. Так, хорошо. Давай смотри еще под одним углом посмотрим. Вот есть там какой-нибудь помощник банка. Прости, господи, Чиньков. Там есть этот, значит, виртуальный Олег. К виртуальному Олегу прилагается какая-то команда, да, циентистов и прочих разработчиков. Заработчиков человек может быть в 300, а может и в 500. Ну, мы не знаем точно сколько. Ну, там явно больше 10. Точно. И, соответственно, они тоже все это дело интегрируют, что-то он умеет. Там нейросеточка есть, они ее как-то обучают. Есть, наверное, алгоритмические кейсы и так далее. Там никаким лоукодом, в общем, наверное, не пахнет. Соответственно, мне всегда казалось, что лоукод – это, так сказать, клиенту это неважно. В том смысле, что клиенту, вот этому человеку, чьи проблемы мы решаем, ему важен функционал. То есть система, как это было создано, ему неважно. И единственное, что имеет значение в лоукоде, ноукоде – это то, когда заказчик может средствами, ну, грубо говоря, администрирования или, по-другому говоря, самостоятельно что-то настроить в том продукте, который он использует. Это так или не так? Тут несколько моментов. Это так в целом, да, но я хочу некие моменты уточнить. Ну, конечному пользователю интересен даже не функционал, а некий результат. Ну да, согласен, конечно. Существует несколько клиентских опытов. Так, если их все сгруппировать в большие категории. Есть бизнес, где мы решаем какие-то проблемы, и там важно сократить путь клиента, как можно короче его сделать. Ну, там, например, мы пришли в банк. Будет странно, если мы подошли к банкомату, а выбежал банкир и начинает сальсу с нами танцевать, да, как бы это неуместно. Мы просто хотим быстро там деньги снять с банкомата. Есть бизнес другой – рестораны, там парки развлечений, там надо смаковать экспириенс. Соответственно, клиенту важно получить нужный результат от компании, когда он с ней взаимодействует. И, соответственно, что делает бот? Мы задаем вопрос, он мгновенно получает ответ. Клиенту верно, неважно, как это было сделано. Не, ну, в данном случае... Так, подожди секундочку. В данном случае твой клиент не тот, кто общается с ботом. Это не так. Твой клиент – тот, кто платит тебе за то, чтобы его создать. Все верно. Но у нас такая парадигма в компании, что мы учитываем и заказчика, и мы учитываем конечного пользователя. Потому что часто заказчик даже может... Ой, это маркетинг. Камон, камон. Это просто маркетинг. Это не маркетинг. Это не маркетинг. Это реальные люди, которые используют сервис, и надо нацеливаться на удовлетворение их потребностей. Надо их хорошо понимать. Надо решать задачу для них. Потому что если они скажут, блин, этим ботом невозможно пользоваться, то заказчику... Это сразу как бы понятно, что заказчик нанял либо плохого исполнителя, либо сделал плохое решение. И, соответственно... Ну, с точки зрения бизнеса, конечно, ты прав, да, что бизнесу важны гибкие настраиваемые инструменты. И ноу-код инструменты без кода, они не дают этой свободы. Они часто решают определенные кейсы, какие-то задачи, шаг в сторону, все, у нас не хватает функционала. И часто ноу-код продукты это какие-то облачные решения, заточенные под определенные задачи, причем превосходные продукты, но они не всегда дают нужную гибкость. И здесь приходит на помощь некий компромисс, не компромисс, я бы сказал, эволюция программного обеспечения, которое выразилось в лоу-коде. Это гибко настраиваемый инструментарий. Это могут быть какие-то параметры, а может реальный код. Потому что не всегда можно параметризировать софт, чтобы все случаи жизни учесть. Нужно иногда просто взять и написать какую-то вставку кода, тот же самый с кейл. Это просто открывает миллионы новых кейсов. Но отличие лоу-кода от ручного кода, я бы так назвал, в том, что просто ты его пишешь в разы меньше, в 50% или 90%. Соответственно, у тебя меньше проблем, меньше тестировать, больше скорость. То есть это просто способ быть более эффективным и продуктивным. За счет чего? За счет того, что просто меньше кода. Меньше ручного написания кода, который делают высококвалифицированные разработчики. То есть это понижает порог входа во владении инструментов. То есть нужно уже быть не суперинженером, который дорогостоящий на рынке. Лоу-кодом могут владеть, его могут освоить аналитики, допустим. Так. Вообще в мире идет огромное движение, гражданские разработчики, citizen development. Это очень большой такой тренд, я про него хотел бы отдельно поговорить, потому что он очень важен. И он очень влияет на лоу-код. Citizen developers – это термин, который Гартнер, кажется, изобрел. И они говорят, что этот тренд очень мощно развивается порядка 20% в год, и он будет развиваться в следующие 5 лет. Это сдвиг разработки апов на сторону бизнеса, бизнес-пользователей, не айтишников. Так. Да, и соответственно, корпорациям все еще нужно иметь гибкие инструменты, но при этом нужно, чтобы обычные пользователи могли создавать эти бизнес-приложения. Да? Ну, это... Для меня это звучит как просто первокласснейший, замечательнейший и абсолютный булшит. Ну, то есть, ну, как ты себе это представляешь? На самом деле, я на самом деле переубеди меня, я вполне... Ну, то есть, вот смотри, действительно, мы обсуждали как раз с руководителем разработки, что вот появился Excel. Excel – это дофига ноу-код-система, она решает огромное количество задач для людей, и действительно люди, специфический, научились им очень хорошо владеть. Вот замечательно, да? Но, как это называется, вот у тебя есть там объем разных приложений. Единственное, ну, то есть, гигантские, особенно если они переменчивые и так далее, как ты позволишь, ну, в смысле, как ты добьешься того, чтобы citizen developer, это кто, я не знаю, выпускник Skill Factory, или что генерировал какой-то вменяемый функционал, я просто себе этого не представляю. Ну, это хороший вопрос. Я сейчас делаю заявление, да, ответное заявление, как бы я такой, я считаю, что вот сейчас мы подошли в такой эпохе, где технологии просто сходятся, и в будущем нас ждет не то, что это я отвечаю на вот этот волшебный, да? Я считаю, что нас ждет впереди время, когда код, не то, что бизнес-приложения, сделанные без кода, с помощью AI станут настолько распространенным и понятным простым навыком, и они будут, этот навык будет наравне, как владение имейлом и экселем. То есть, даже секретарши это смогут делать. Я с тобой согласен, базово, то есть, наверное, к этому мы подошли, подошли, и тут возникают разные вопросики неприятные, первые из которых прямо сейчас, насколько, вот если смотреть из текущего момента, насколько готовы технологии? Технологии очень готовы, но я еще отвечу на предыдущий вопрос, я разверну его. То есть, вот я, например, приведу кейс, ну, во-первых, у нас есть опыт у нас, я тоже могу рассказать, но мне более показательный кейс компании Shell. Да. То есть, это английская компания, нефтедобывающая, вот заправки у нас тут были, да, часто мы их встречали, и 4 тысячи сотрудников, и они внедрили систему DIY, где дали инструменты для своих сотрудников создавать бизнес-приложения. Понятно, что когда ты это даешь, возникает куча проблем по управлению вот всей этой истории, потому что народ начнет изобретать какие-то вещи, могут создать проблемы. Это приносит дополнительные риски. Но они внедрили очень грамотную программу, то есть, они разделили весь софт на три категории. Есть софт, который полностью позволяет писать бизнес-юзерам. Так. И бизнес-пользователи несут полную ответственность. Ну, это что это такое? Например, кастомизация каких-нибудь отчего-то, какие-нибудь штуки такие, которые не сильно затрагивают бизнес, они не рискованные, им позволяют их писать самостоятельно. А что такое писать? Ведь отчеты как раз не надо писать, их надо собирать в какой-нибудь отчетной системе. Ну, собирать, да, собирать в отчетной системе, где-то SQL применить, где-то еще что-то, какие-то вещи, которые не повлияют на миссию бизнеса, не обрушить системы и так далее. Другие софты они делают в партнерстве с IT, когда бизнес-пользователь делает софт, какую-то программу, там, портал какой-нибудь, еще что-нибудь, мобильное приложение, а есть куратор из IT, который помогает сделать профессиональный софт. И третий вид, это когда такие критичные вещи, которые собирают только айтишники. Это компания, которая занимает бензином, продает бензин, и они этот... Ну, Shell там в целом немного нефть добывает, они по... Это же ВИНК, типа вертикальный интегрированная компания, они все делают. Да, да, да. Я просто знаю, просто заправлял машину. Да, к чему это? К тому, что, по-честному, чем это отличается от того, что было 10 лет назад? Я пытаюсь это тебе объяснить. Типа собрать отчет в какой-нибудь отчетной репортовой системе, там, в Crystal Reports, можно было и 10 лет назад. Типа как хочешь. Вот тебе нравится так, нравится не так. Написать ТЗ айтишникам, вот то, что ты говоришь, второй сценарий, совместно мы тут все обнимемся, на самом деле мы пишем ТЗ айтишникам, они его реализовывают. Тоже можно было 10 лет назад. Ну, а заставить айтишников что-нибудь делать можно всегда. Что на самом деле поменялось? Отличие в том, что это бизнес-приложение, это не просто отчет. Люди могут создавать полноценные бизнес-приложения. Почему это важно? Вот я немножко вернусь назад и расскажу все-таки про тренд, откуда лоу-код возник. Это достаточно новая такая приблуда, маркетинговая словечка, в которую положили софт. Это было слово, создано в 2014 году. Да, это метафора продаж. Метафора продаж. Почему она возникла? Почему она возникла? Почему? Потому что мы вошли в эпоху, когда клиент диктует. Клиент стал взаимодействовать с бизнесом через софт. Через софт. То есть клиенты через интернет, через мобильные приложения взаимодействуют с продуктом напрямую. Не в магазин приходят, а приходят на сайт, приходят в мобильные приложения. И возникла потребность в том, чтобы создавать приложения, порталы, различные софты. Соответственно, возникла большая потребность кастомизации. И лоу-код возник вот здесь, как ответ на рынок, то, что стандартные циклы разработки, они очень дорогие. То есть ты хочешь сказать мне, что в 2013 году айтишники приходили и говорили, так, мы тебе сейчас продиктуем, как у тебя будет бензин, как бы будет продаваться. И клиент говорил, да-да, дядя, дядя, только не бейте все, что вы хотите. А в 2014 году все поменялось. Все не поменялось. Лоу-код – это продолжение тренда Rapid Application Development, который еще в 90-х годах возник. То есть это просто, оно не кончающееся улучшение-улучшение. Вот с этим я, кстати, абсолютно согласен. Рад, тренд, он возник откуда? Из реинженерника бизнес-процессов. Когда нужно реинженерить компанию, нужно постоянно улучшать, развивать, нужно конкурировать и так далее. И, собственно, возник ответ на то, чтобы иметь более эффективный способ разработки и управления командами. Я просто, я пытаюсь это, вот мы с тобой заговорили о конкретном примере, а я шел, а я вот этим, прямо этим занимаюсь. Вот у тебя есть логистика, прямо вот давай говорить о дистрибьюции финальной. У тебя есть логистика от нефтебаз до непосредственных заправок. Это сложная логистика, вообще неочевидная. Например, там, простой элементарь, например, вот, например, в какие-то области можно довезти цистернами РЖД. И это экономически оправданно. А куда-то, потому что такие тарифы, потому что то, потому что все, проще бензовозами. Ну, понятно, что в последней мере все равно бензовоз, но бывают ситуации, когда можно на 300 километров далеко ехать бензовозом, потому что это имеет как бы экономический тариф РЖД очень дорогие или там нет чего-нибудь и так далее. И это только... Сейчас мы берем только аспект как бы перевозки, а дальше там возникают аспекты спроса, сезонности и так далее. И там огромный как бы объем разного. Бизнес-пользователи это все понимают. Прямо неплохо понимают. В смысле, они источник этого знания. И вот тут... Но объем функционала, тебе вообще не важно, насколько это красиво. Там пользователей у этого не так много. Их может быть там несколько десятков в конкретной компании. Ну, то, что логистикой нефтепродуктов занимается ограниченное число людей. И вот, соответственно, оно может вообще как угодно. Оно может хоть в txt-файл тебе грузить, ты разберешься. Ну, если у вас 20, там вы как-то для себя определитесь. Но как они это вот создадут сами, я себе просто не представляю, за счет каких инструментов. Ну, я хочу подчеркнуть, что все-таки лоукод возник как ответ на необходимость давать более лучший клиентский опыт. То есть, конечно, это отсюда пошло. Да-да-да. Потом уже начали лоукод применять как способ гибкого конфигурирования. Ну, то есть, ну, в этой сфере, например, если нужно какой-нибудь кабинет с программой лояльности сделать, почему департаменту, например, отдел, который хочет запустить новую программу, и у них нет, например, бюджетов, или у них нет команды IT, чтобы решать эту задачу основательно. Почему не собрать этот портал по-быстрому на лоукоде, запустить, через месяц уже получить результат и посмотреть, что скажет клиент, да? Понятно. Ну, то есть, как бы, это история про то, что у нас развитый, типа, софт, нарисуйте себе сами портал, какой хотите. Ну, как в CSS-системе, типа, современной. Просто нарисуйте, какой хотите, а вообще к нам не приставите. Конечно, это вопрос культуры, на самом деле. Если мы учим бизнес пользователей создавать такие решения, это же, на самом деле, очень круто. Потому что, зачем разработчику делать какие-то банальные, простые вещи, если это может быть... С этим я обсуждаю, это все понятно, да. Надо приглашать профессионалов решать задачи там, где действительно нужны. И это же открывает очень много инноваций, если сотрудники в бизнесе начинают решать свои проблемы сами. Они часто знают их лучше, айтишников, потому что они носители этих знаний, они взаимодействуют с клиентом, или даже это внутрянка какая-то, да. Почему людям не дать инструменты, которые могут позволить им решать все эти задачи? И это просто вопрос удешевления процесса производственного, на самом деле, софта, да. То есть, если мы сделаем софт, который позволяет все эти задачи... Сначала мы за это заплатим гораздо-гораздо дороже, чем за карткожный одинаковый кабинет, а потом, понятно, что мы сильно-сильно сэкономим. Да, еще один такой важный нюанс есть, что не всем бизнесом эффективно... В общем, есть бизнесы, которым разработчик управляет клиентским опытом. Ох, все тоже представляли, а может быть. И там это обосновано, и там это очень важно, потому что там... А какой пример, например? Яндекс.Такси. Будет странно, если... Прикольно. Да, хороший-хороший пример, да. Если бизнес-пользователь будет сидеть и что-то делать в Яндекс.Такси. То есть, там уже сейчас куча функционалов добавляется, но это не очень удобно, я не знаю, что с приложением происходит, как бы они добавляют туда и маркетплейс, и все. Но они все собрали в одну помойку, и стало тяжело, да. Это лишнее, это неправильно. Стало сложнее пользоваться такси, сделать лучше отдельно все это. Ну, это как бы вопрос их продуктовой разработки, но... Я думаю, что там у них сидит целая команда изобилитий всяких экспертов, которые чего-то себе думают. Я считаю, это ошибка. Я считаю, это ошибка. Но сейчас речь не о них, но вот это пример, где разработчики управляют customer experience. Да-да. А есть, наверное, 90% случаев, если не больше, где клиентским опытом может управлять маркетолог, руководитель колл-центра. То есть, ну, зачем там IT? Там люди придумали какую-то идею, сегодня-завтра ее внедрили, послезавтра получили результат, адаптировали, что-то изменили. Да, это дает некую скорость. И в работе с клиентом это мега важно, да. В некоторых сферах это рискованно. Да, в примерах, которые ты приводил в логистике, если мы сейчас дадим свободу творчества всем подряд, что они там наделают с логистикой? Там у нас поезды не в те стороны поедут. Все верно. То есть, надо смотреть, где это применять. Но даже в этой сфере нужны гибкие кастомизации, настройки, потому что можно чуть больше денег вложить в разработку платформы, но затем открыть кучу возможностей для того, чтобы разные кейсы решать. Потому что каждая компания это уникальный случай. Так же, как все люди, мы все уникальны. И мы как одноклеточные собираемся в многоклеточную структуру, и каждая компания уникальна. Уникальные процессы, уникальные люди, уникальные ценности, уникальные продукты, уникальные клиенты, да. И, соответственно, нужна вот эта гипер-кастомизация, гипер-настройка, да. И если это делать харт-кодом, это просто очень дорого и долго. Ну, с этим, да. С этим вообще не может быть никаких сомнений. Ну, то есть, в общем, так сказать, подводя короткий итог, мы выяснили, что там лоу-код, лоу-код – это способ дать пользователю, причем под пользователями я имею в виду не колечного пользователя, а промежуточного, того, кто кастомизирует и выдает финальный продукт. Способ гибко им управлять, и лоу-код для экземпляров продукта означает, что в классе вы предусмотрели эти возможности и сильно в это заложились с самого начала. Причем, на самом деле, можно заложить некие решения, которые по кастам могут быть примерно как и создание хард-кодной программы. Это правда, да. Это уже современное программирование, это действительно сильно облегчает. Как и стул, да, и можно ножки прикрутить, которые ездят, и у тебя внезапно… Конечно. Или там спинка двигается, и внезапно у тебя больше степени свободы. Хорошо. А что это означает? Вот тогда это как бы понятная территория. Давай пойдем на непонятную мне территорию. Что это означает с точки зрения, например, чат-ботов или там кастомер-ботов? Что это означает? Что пользователь может взять и настроить его на разные ответы и вообще все? Что это значит? Ну, я бы с этой точки зрения объяснил чат-боты следующим образом. Это гиперперсонализируемый интерфейс. Это интерфейс, которому мы учимся с детства. В школе, в первом классе мы буквально выводим нас. Сидят и мучают несколько лет. Десять лет в школе учат, по сути, читать, писать, общаться, выступать возле доски. Это интерфейс human-to-human. И этот интерфейс дает максимальную гибкость персонализации. Если приходит клиент, и сейчас, кстати, эпоха с ИИ, вот этот взрыв, который происходит, ИИ это самый будет лучший способ, как нас обслужить лучше всего. Потому что ИИ будет знать про нас все. У него будет доступ к базе данных. Он с нами общается, он отвечает на наши вопросы. То есть, если раньше мы должны были сделать гибкий портал, и клиент все равно должен изучить интерфейс каждой компании. Каждая компания по-разному это делает. Теперь самый естественный способ это разговор и речь. Если вы задаете вопрос, и вам бот отвечает ровно то, что вам нужно, и он дает то, что вы хотите услышать, это самый гибкий способ, самый простой. Экономит больше всего времени. Это вот за Красную Армию можно меня не агитировать. Я с этим согласен. Я спрашиваю практически, что это значит. Вот человек, вот там Рихао, ты приводил пример. Ты ему говоришь, вот, вы ему скажите, что отвечать, он это будет отвечать. Ну, вряд ли это так устроено. Это устроено, но это, опять же, это вопрос клиентского опыта, это упрощение. Потому что монтажник хочет сотрудничать с Рихао, или может он еще не решил. Так. Но ему надо взаимодействовать с компанией, и как-то, какая-то коммуникация должна происходить. И вот эти коробочки наши, да, телефоны, это по сути рация. У нас в каждом кармане есть рация. Так. Мир стал гиперсвязанным. Мы все на связи. И монтажники общаются со своими там друзьями, товарищами, работодателями через эти коробочки. Соответственно, бот представляет собой такую виртуальную личность компании, с которой он взаимодействует. Ему просто удобнее, потому что он в Телеграме находится. Проще ему там задать вопрос, нажать пару кнопок, нежели идти на какой-то сайт, что-то там скачивать, устанавливать. Это просто удобнее. Это экономит кучу времени. Опять согласен. Я другое пытаюсь понять. То, что ты производишь, продукт, который ты производишь, вот ты рехау приносишь, и говоришь, у меня есть лоукод чат-бот. Что это значит на практике? Для рехау, да? Да, да. Для рехау именно. Вот они, типа, они говорят, спасибо, мы сейчас его обучим, вот здесь такое говори, здесь такое, или вот как бы, что это значит? В практическом смысле для них это значит скорость. То есть это значит скорость движения. Если мы работаем с этой аудиторией, мы просто в 10 раз быстрее движемся, чем традиционная разработка. Соответственно, и касты меньше, и скорость больше. И, кроме этого, мы повышаем метрики на каждом шаге. То есть просто больше людей приходит, больше людей подписывается, регистрируется. Мы их не теряем. И некий монтажник может вернуться через полгода, но он у нас есть, мы его не теряем. То есть это бесплатный ремаркетинг. То есть тут куча бенефитов открывается, потому что у нас монтажник превращается в подключенного пользователя. То есть есть покупатель, клиент, который в магазин пришел, ушел, а есть подключенный пользователь, который всегда на связи. И эти каналы коммуникации, стоимость коммуникации у них стремится к нулю. Понятно. То есть с экономической точки зрения мы, получается, подключили монтажника к системе Rehau. Все. Мы теперь с ним должны проявлять эмпатию, коммуницировать, выстраивать некий диалог. И он через время... У каждого человека свой темп, правильно? Мы же не можем к каждому навязать определенный темп. Каждый по-своему как бы облачает информацию, принимает решения. У каждого разные штуки в жизни происходят. И, соответственно, идет подстройка под каждого человека. И он в нужный момент дозревает. Ну, Rehau уже понес косты на привлечение этого человека один раз. Все. На этом как бы остается только коммуницировать. Не нужно больше тратить на рекламу и так далее. Хорошо. А какие вообще... Вот мы там уже какие-то тренды обсудили. А какие еще ключевые ты видишь тренды сейчас? Ну, я вижу огромнейший тренд. Это генерируемый ИИ. Генеративный ИИ. Потому что... Ну, я считаю, вообще поменяет игру, разработку. Кардинально поменяет. Я уже на себе убедился, как бы концептуально я увидел, что изменилось. И что, кстати, изменилось? Это очень интересно. Я имею в виду пример. Вот если лоу-код... Ну, я, по-моему, я CEO, который пишет код. То есть это вообще на самом деле редкость. Почему? То есть руководитель компании, ты должен в 10 местах одновременно. Ну да. При этом я умудряюсь писать код и создавать продукты. Если бы не лоу-код и в паре, я бы не смог это делать. Потому что день выглядит очень хаотично. Ты не можешь сосредоточиться на неделю выпасть из процесса. Но я могу кусочками какие-то что-то делать. Лоу-код уменьшает количество кода. Соответственно, я могу писать куски кода. А GPT позволяет очень хорошо решать точечные задачи. Он пока не очень хорош в решении очень объемных задач, но он позволяет локально решить некую задачу. И я заметил на себе, что у меня продуктивность в паре лоу-код с ИИ местами вырастает в 2, 3, 5, 10, а местами в 100 раз. То есть это зависит от задачи до задачи. И я почувствовал, что я превратился из писателя кода в скульптора. То есть я как будто беру какую-то скульптуру и начинаю от нее отрезать, ваять. Все лишнее. Все лишнее. Потихонечку ее ваять. То есть я не пишу код. Я придумываю, что мне надо. Я говорю, дай мне это. Он мне дает. Я вставляю в программу. Все. То есть писательство кода в прошлом. Ну, конечно, останутся инженеры, которые должны создавать инфраструктуры, платформы. Конечно. Это мастерство, оно всегда должно быть. Но писательство кода, вот это то, что я называю... Ну, как писательство кода, кодирование. То есть ты... Все равно ты придумал кусок задачи. Ты же... Ну, то есть он тебе просто облег в машинный код. Ты же... Ну, типа вот кодирование не нужно делать, но вот этот сам кусочек идеи должен ты скормить ему. Остается творчество в честном виде. Остается творчество, аналитика, придумывание, и это никогда не уйдет. Люди... Это все останется. Это наоборот. Люди становятся творцами, они освобождаются от этой серутинной фигни. Я это называю мартышкин труд, вот это все. Я приведу пример, кстати, я хотел сказать пример в детстве. То есть я первую программу... Ну, когда я начал осознанно что-то программировать, у меня отец программист. То есть это произошло в 10 лет. Потомственные тоже. Потомственные, да. То есть первый год я вообще 7 лет написал. Я тогда еще не очень понимал. Мы тогда буквари все это изучали, я не осознавал все это. Но когда я начал понимать, это было 10 лет. Я просто помню этот случай жизни, который, собственно, повлиял на всю мою дальнейшую карьеру и на все остальное. Я помню, что сидел, писал программу, очень гордился, что я делаю. Потом отец пришел вечером, я ему показываю, говорю, смотри, что я сделал. Я изучал эти условия. If A, если то, то это. И я написал там тысячу строк кода. Если A больше нуля, делай то-то. Иначе, если A больше одного, делай то-то. Ну, понятно. Он говорит, молодец тебе, респект за старания, но ты знаешь, что можно было четырьмя строчками все это сделать. Я такой, what? Типа, что, как? Я потратил полдня на мартышкин труд, мог бы пойти погулять и мог бы сделать что-то более полезное, дальше двинуться. И я тогда понял, что есть реальная продуктивная деятельность, а есть вот мартышкин труд. Когда мы делаем рутинную какую-то штуку. И у меня развилась даже такая... И когда я делаю рутинную штуку, меня даже начинает физически колбасить, на самом деле. Просто я у меня вот так, вот так оно гипертрофированное у меня чувство, я не могу, я очень результат-ориентированный. Но я очень люблю процесс, я понимаю, как этим управлять. Но когда появился GPT, и когда я увидел, что он в сотню раз повышает продуктивность, это был взрыв. Я вижу, что я делаю, могу сделать продукт за день, когда раньше делал за месяц. И не надо писать код. Так и в результате, что мы видим? Может быть, вообще там, я не знаю, метабод не нужен? Может быть, просто какая-то мелкая надстройка на чатом GPT и запускать клиентов непосредственно к нему? Ну, эксперты-аналитики говорят, что... Не, метабод нужен, конечно же. Потому что нужны специализированные инструменты, которые позволяют... На самом деле нет, так не работает. Так не работает. Но существует сейчас вот тренд, вот этот AI, очень сильный, возвращаясь к вопросу, это очень огромный тренд. То есть он там 36% в год растет сейчас, и он влияет на лоу-код. И если вот это все сложится, лоу-код и AI, то лоу-код продолжит развиваться там 30% в год. Но эксперты говорят, что если программисты примут AI в написании кода ручного очень хорошо, и они могут отказаться от лоу-кода, то тренд лоу-кода может там развиваться 11% в год всего лишь. То есть если программисты... Другими словами, если программисты... Если будут очень успешные кейсы создания программ вручную с помощью AI, то... Лоу-код не нужен? Лоу-код не нужен. Но здесь я не согласен, потому что гражданские разработчики остаются, citizen-разработчики остаются. Обычные пользователи. Все равно нужна некая конфигурация, все равно нужно залезть под капот и поправить какие-то вещи. То есть тут как бы такая... Я считаю, будет развиваться и искусственный интеллект будет применим в разработке кода, сложных систем в том числе, и в лоу-коде тоже будет применим. Это огромный тренд. Второй тренд это citizen development, когда обычные пользователи начинают создавать бизнес-приложения, они так легко этим пользуются, как Excel, как email. То есть это у нас следующий тренд. Да. Давай вернемся к citizen development. Девелоперс, citizen developers. Что это? Опять же, 10 лет назад можно было цвет своей странички на Фейсбуке настроить. Ну, сейчас на самом деле забабахать за полчаса дома сайт можно без проблем. И да, ну, если бы он... Это и есть. Можно, да. Это оно есть. Да, это и есть. Да, это оно есть. То есть у меня, например, друг запускает свой бизнес, сделал на Тинди Лендинг, запустил рекламу, все, продажи пошли. Да, но при чем здесь девелоперс? Ну, он продавец, он не айтишник. Да, все правильно, да. То есть что они... Вот эти citizen developers, они что будут девелопить? Ну, вот с точки зрения Гартнера или с твоей точки зрения... Я не знаю, это какое-то название они подобрали, да, может быть, не самое удачное. Я не знаю, как на русский это красиво перевести. Гражданские разработчики. Типа, это гражданские, а это военные, что ли, как бы. Ну, да, да, да. Хотя нет, но имеется в виду, что они непрофессиональные. Это же имеется в виду, да. Но только они ничего не будут разрабатывать, они просто будут пользоваться возможностями современных. Конечно, но они же будут создавать приложения. Они уже создают приложения. Это же приложение. Как это назвать? Это же не подметание дворов, это разработка. То есть, они их уже поместили в категорию разработчиков. Просто разработчиков, ситизн-разработчиков. И идет большое такое движение во всем мире, да, которые... То есть, создаются буткэмпы, создаются хакатоны, где люди учат, как этому, как программировать, как правильно мыслить, как правильно делать решение, чтобы потом последствий было неправильных поменьше, да. То есть, это же культура некая. И если появился ИИ, который позволяет теперь сгенерировать кучу артефактов... Я приведу еще один классный кейс. То есть, ученые сделали эксперимент, они создали студию по разработке компьютерных игр с помощью ИИ. На входе ТЗ, да, ИИ, на выходе продукт. 86% работы ИИ сделало. То есть, это 4,5 работы сделал, вот этот мартышкин труд, сделал ИИ. Ну, ты можешь какие-то тайтлы назвать? Тайтлы могу назвать. Я лучше пришлю к этому ссылке, если надо. Давай, да, нет. Просто смотри, вот я люблю этот вид искусства, компьютерные игры. Прямо люблю. Считаю его там как бы очень интересным, и оно будет развиваться еще очень долго. Ну, и оно там сильно развивалось в моем детстве, понятное дело. И вообще тоже есть. Да. Ну, вот в день выходит, даже там в Стиме, что далеко не полный объем. Какие-то десятки тайтлов. А уж, ну, в мобилке, в мобильных, все сотни. И тренд, давай, бахай эти мобильные игры по 10 в день полного трешака. Это ужасно, на самом деле. Да, тебя платформа, по крайней мере, раньше так было, тебя немножко поднимает. И там ты делаешь по 3 игры, там, условно, в день. Очень условно. И даже те 10-20 продаж, которые ты сделаешь, окупят твое время. Ну, потому что это, ну, как бы, это мусор. Вот возникает вопрос, как не, ну, то есть, как не оказаться в волне мусора, просто бесконечно. Может ли ей написать игру? Может. Может ли ей написать игру, в которую ты захочешь играть? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Да, очень интересно. То есть, то, что мы наблюдаем, это демократизация, на самом деле, всего. Ну, вот, звукозапись. Раньше это было очень дорого. Да, да, конечно. Теперь любой школьник может на айфон или на телефон писать какие-то треки, да? То есть, и, соответственно, много людей нетворческих получает доступ к этому и производят, и они гонятся там за деньгами или еще за чем-то, и производится много говна, да? Но есть люди, которых у них не было доступа до этого, которые могут сделать очень классную какую-то вещь, и у них за счет удешевления они получают доступ. Какие суперкреативные люди, какие-то гении, да, которые, мы их не знаем, не знаю, парень где-нибудь живет там в деревне, он тут сможет какую-нибудь создать классную штуку. Такие примеры есть, да. И это тоже прекрасно. То есть, это как бы, это нехорошо, не плохо. Стоимость входа сильно меньше. Да. Я понимаю, но это нельзя назвать правилом. Это не правило, это просто... Это возможность. Это возможность, да. И это прекрасно, на самом деле, просто мы увидим прекрасные творения, потому что больше людей имеет доступ к ним. Я с этим вообще не спорю, да. Теперь насчет того, как избежать того, чтобы не делать шерпотреб, да? Да нет, можно делать шерпотреб. Можно шерпотреб, но... Нет никаких проблем. Дело в том, что его просто не будут потреблять. Ну, штанг люди, конечно. Штанг люди. Да, ну, ты вот видишь, например, я, не знаю, какую-нибудь ленту Фейсбука или Яндекс.Зен современную. Я не смотрю даже. Правильно, это невозможно смотреть, да, потому что это просто... Но есть хорошая новость. На фоне вот этого потока шедевры будут очень заметны. Все верно. А ты думаешь, что их будет делать ИИ? Нет, их будут делать люди. В том-то и дело. Просто ИИ вот эту всю... Вот эту рутину на себя берет. Соответственно, у людей высвобождаются время и ресурсы на то, чтобы придумать что-то креативное. Сценарий классный, концепцию классную. Я вообще считаю, что 20% труда, неважно где, в софте или там, в музыкальном произведении, в компьютерной игре, дают 80% результата. Это планирование вот здесь, правильно? А 80% работы дают 20% результата. И вот эти 80% работы, как мы уже видим, ученые это все подтвердили. Игра в 60% автоматизируется. Я на своем примере вижу. Я вижу, что у меня продуктивность выросла. Я не пишу код. Мне пишет ИАЙ. Но придумываю-то я. И ИАЙ не может придумать. Он как бы... Для меня ИАЙ это как middle junior разработчик, который знает, что он супергениальный, но он down при этом. Его надо за ручку виск водить и говорить, что надо. И если на него правильно смотреть, ты можешь им очень эффективно пользоваться. Но тебе надо знать процесс. Если ты не знаешь процесс производства ценностей, как им можно пользоваться, если тебе надо за ручку самого водить. Но если ты знаешь процесс, ты можешь его использовать в нужных точках и делать штевры. А что это значит практически в твоем бизнесе? Я имею в виду, что, конечно, довольно быстро тот же монтажник систем утепления, он довольно быстро тоже, как и мы все, научится, как мы адаптируемся к рекламе, к всем этим историям, он научится довольно быстро научится отличать бота или нет. А ему бы, наверное, хотелось ли поговорить с каким-то ботом, который прям очень хорошо понимает, что ему сейчас надо, прям идеально точно попадает. Ну, там, в 95% случаев, иначе он просто разочаривается. Либо как-то с людьми говорить. Да, именно это то, над чем мы сейчас работаем. У нас блок ИИ слабо развит, но мы сейчас как раз-таки нацелились на то, чтобы прокачать эту часть. И у нас есть решение, ну, концептуальное решение, которое еще надо превратить в код. Мы изобрели, это моя гордость, на самом деле, я как-то это просумел просуммировать, фреймворк, как создавать диалоговые системы, которые дают бизнес-результаты, которые, ну, пользователи в восторге. Проходят тест Тюринга? Типа того, но мы его называли «эмпатия плюс», и каждая буква что-то означает. Сейчас я попытаюсь вспомнить. Эмпатия на английском и «энгейджмент», вовлекающая должно быть, должен быть вовлекающий, интересный людям. М – «майндфулнесс», осознанной коммуникации. Нужно знать о клиенте, нужно иметь доступ к базе данных о предыдущих взаимодействиях, о его покупках, о его предпочтениях. Нужно понимать эмоции, с которой он пишет, «правильно реагировать». «П» – это «эмпатия», «майндфулнесс», «А» – «ассистанс», «Персонализация», «Персонализация», «МП», «А» – «ассистанс», «помощь», «Т» – «труст», когда возникает бизнес, когда есть доверие. Ну, как бы, надо правильно… А что на «уай»? «Уай» – «илдин мючелл сексесс». Забавно. Да-да, я понял. А плюс – это «этическое использование данных», то есть мы не должны брать больше данных от человека, чем нам нужно для того, чтобы ему помочь. И мы видели на наших кейсах, что люди охотно делятся данными, когда им нужно… Я приведу еще один пример. То есть для компании по обмену валют мы сказали, «Ребята, а давайте мы… Вот вы все конкурируете за клиента в моменте, когда им нужна валюта». Ну да. А это происходит когда? Я уже в аэропорту. Ну, условно, да. Условно, да. А что мы… То есть если мы попробуем выстроить отношения гораздо раньше, когда они планируют, куда они поедут, да, в путешествия. И потом в процессе у нас будет доверие, они купят валюту у нас. И мы начали делать такое, как бы, ну, рекламу просто запустили на бота, который подсказывает, сколько нужно денег с собой взять в путешествие. Забавно. И люди охотно рассказывают, да, я втроем, втроем, мы хотим там куда-нибудь в Мексику или еще что-нибудь, и мы хотим там шоппингом заниматься или еще чем-нибудь. И мы говорим, «О, вам нужно там полторы тысячи долларов на столько-то дней, да, где пять тысяч долларов». Купить можно здесь. Купить можно здесь, да. Но мы стараемся не агрессивно это все навязывать. Мы узнаем дату, когда они поедут в путешествие, и, соответственно, мы можем чуть позже с ними связаться. А, и это работает. И это работает. Потому что патия, мы подходим с точки зрения патии, мы даем вот эти все вовлекающие вещи, полезные вещи, создаем доверие, только потом даем автоматизацию. Сейчас мы эти штуки собираем вручную. Я хочу, чтобы мы добавили ИИ, который сможет автоматически эти штуки собирать под бизнес. Тогда косты, разработки этой системы можно уменьшить в разы. Соответственно, сможет citizen-девелопер эти штуки делать без нас. Ну, понятно. Вот она, собственно, стратегия. Ага, да. Нет, вполне логично. И это, что называется... И это, в общем, ноу-код будет. Это будет, по сути, ноу-код. Именно. И вот наша стратегия такая, что все-таки должна быть платформа лоу-код под капотом, потому что всегда надо опуститься под машину, под капотом, что там подкрутить. Ну, бывают ситуации. Но сверху должны быть интерфейсы, ноу-коды. Да, то есть нужно сделать просто интерфейсы для пользователей под определенной аудиторией, под определенной задачей. И вот эта стратегия, мне кажется, она выигрышная. Потому что остается мощь разработки ручной, ну, при этом экономия ресурсов и нау-коде, но остаются интерфейсы под определенной задачей. Там бот-маркетолог, бот там еще чего-то, бот-поддержки. И вот это, наверное, как бы наша, как бы, фабрика будет ботов. И какой-то из ботов наверняка стрельнет там и будет востребован рынком. То есть это... Мы одновременно еще ищем, решаем задачу, где нам найти кэш-кау, который будет стимулировать развитие всего бизнеса. Ну, естественно. Слушай, ну, нет сомнений, что у вас получится. Ну, то есть это как бы... Спасибо. Ну, в общем, логично, что все получится. Понятно, как это сделать. Возникает вопрос. Уже медиа приятный. Смотри, это же проникнет везде. То есть наш мир сейчас наполнится милыми там... Ну, и достаточно быстро люди начнут понимать, я имею в виду, что чтобы инфлюенсить, прости господи, надо добавляться там в ВКшечку, в тележеньку и так далее. То есть наш мир будет уже наполнен не просто мусорными ботами, а очень эмпатичными, может быть, не вполне... Как это... Плюс за что? Этично используемые. Да-да. Может, не вполне этичными, но очень эмпатичными ботами, которые тебе там с целью продать тебе, я не знаю, по лишнюю пару перчаток будут спрашивать там, как твои мамы дела, покормила ли ты кота и так далее. И это как бы мрачняк. То есть, если даже помнишь, когда Маск покупал Твиттер, они там ругались на тем, да у вас 60% там батья, да мы не знаем сколько и так далее. Ну, это уже... Это факт. Да, то есть ты считаешь, что все правильно. Вот я примерно правильно описываю. Это же люди, мы не можем изменить человеческую природу, да, как бы, поэтому... Я хотел бы хотя бы индивидуально свою изменить, чтобы... Безусловно. Я считаю, вообще, люди должны больше уделять социуму, развитию личному. Мы должны вот сюда акценты смещать, нежели на гонку за успехом, деньгами и всем остальным. Но, что касается ботов, да уже, конечно, случаи идут с дипфейками людей, там платежи, CEO звонит по видеосвязи и одобряет там, одобрит и платеж, да. То есть это уже происходит, реально это все есть. Но одновременно возникает отрасль безопасности, кибербезопасность, она развивается. Люди становятся более осознанными. То же самое, что сейчас уже сложно кому-то позвонить, я из Центробанка, переведите денежку, да. То есть люди постепенно узнают, что... Ну, к сожалению, находятся еще, да, несчастные. Ну, это, да, бабушки, там люди другого поколения, которые для них это все новое, да. Но в целом социум учатся. Мы очень умные. Не-не-не, конечно. Но меня интересует, может, это как бы все равно будет тяжело, может, ну, его все эти мелкие глупости, может, давай немедленно делать электрических подружек, которые там будут совмещать, там, а эти будут, ну, в чат писать, там, здравствуй, как ты спал, туда-сюда, спокойной ночи. Это же бешеным темпом развивается. Да, я не сомневаюсь. Много одиноких людей, которые... И я, я вообще думаю, что ИА будет знать нас лучше, нас самих, скорее всего. Ну, блин, он кучу данных обрабатывает, он видит, как мы коммуницируем, и у него доступ к куче знаний, фреймворках психологических и такое. Это страшно, на самом деле, в какой-то степени. Так я с собой полностью согласен. Это же, во-первых, страшно, а во-вторых, Роскоднадзор побанит всех этих, ну, безблагодатных иностранных подружек, а мы сделаем своих православных. Да, сделано в России надо. Да, да, да. QR-код там или... Ну, это же, на самом деле, ну, как бы не шутка, в том смысле, что там, я думаю, что за этот рынок тоже будут жесточайшие разборки. Сто процентов. Уже, я думаю, это все... Уже деньги вложены, я думаю, в эти истории. Которые в этой сфере работают, наверное, они уже знают, куда тренды идут, и, конечно, постоянно... Все постоянно развиваются, инвестируют. Вот, и что касается разделения рынков, да? Да, да, да. Ну, конечно, да. Ну, то есть, так же, как, я не знаю, американцы говорят, забыть и кто какие-то китайцы, поэтому давайте-ка вы нам все либо продадите, либо вообще валите отсюда. Ну, я знаю про лоу-код, что когда произошло СВО, тренд поменялся резко. В России было 60% рынка у западных компаний. Да, да, конечно, мы это все ощущаем. И тут сейчас огромный всплеск. А осталось 5%. Да, да, конечно, конечно. И, с одной стороны, это круто, это местные ребята могут создать новые технологии. Да. С другой стороны, образовались дыры, да, нужно... Все верно, все верно. Соответственно, это возможности. Я на это все смотрю возможности. То есть, и... В любом случае, человечество работает всегда над улучшением всего, что мы делаем, да? Как бы разные команды стараются делать разные классные продукты и побеждают лучшие продукты. Я в это верю. И у ребят в нас, в России, появились возможности делать продукты. И этим возможностям нужно воспользоваться и нужно стимулировать это. Мы пользуемся как можем. Это правда. Но это, как говорится, ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу. Давай вернемся к мрачному будущему. Вот я, кстати, ни у кого, никому, мы даже на эту тему никогда не захотели. Вот с твоей точки зрения, какая должна быть современная цифровая гигиена и какой она станет через 10 лет. Ну, то есть, для меня выглядит так, что я из телеги, ну, то есть, из условной телеги, из всех социальных сетей, людей, с которыми я лично не встречался, которым там не жал руку, я просто вообще... Ну, то есть, я не готов с вами общаться электронно. Ну, это экстремизм, но это такое. Вот это будет работать. То есть, если я не знаю вас лично, никогда с вами не виделся воочию, то, извините. Очень хороший вопрос. Сейчас я... Да, да. Я немного про это думал, поэтому мне нужно как бы собрать... Вот ты расскажи, например, про свою личную вот сейчас в моменте информационную гигиену. Ну, с точки зрения информационной гигиен... Я даже сказал информационной безопасности. Ну, просто безопасность это другое. Это типа не рассказывать, какой кот из банка пришел о гигиене. Вот я имею в виду... Ты же вот мной с тобой выяснили, что ты не смотришь там, не знаю, дзены, ленту Фейсбука и так далее. Вот как ты навигируешь в этом пространстве, чтобы сохранять хотя бы черт с ними, со всеми там дезинформациями, просто продуктивность, чтобы сохранять? Я так про это думаю, да. Если просто рассуждать принципами, то... Ну, во-первых, человечество, оно очень когнитивное. Мы как-то сдвинулись куда-то, вот в какую-то... В кучу концептов, моделей придумали, чтобы как-то уживаться вместе, развиваться, да. Там бизнес, религия, политика. Это все такие концепции. Соответственно, для меня важно... Во-первых, я не... Я почему-то занят все время. То есть все проходит мимо меня. Если какие-то суперважные события, ну, тогда они проникают в мой мир. То есть я больше сторонник действия. Я сторонник того, чтобы применять информацию, когда она нужна практически, да. Не поглощать ее слепо. Просто поглощать информацию непонятно ради чего. То есть если она не нужна, зачем ее поглощать? Ну, может быть, развлечение, да, там можно отвлечься. Вокруг очень много идей, да, которые циркулируют в воздухе, и опасных идей на самом деле. Я считаю, что мы должны четко распознавать, какие идеи опасны, а какие нет. И мы должны бороться за те идеи, которые сильные, здоровые, и нас усиливают, укрепляют. Потому что если мы не будем бороться в мире идей, мы потом будем бороться в мире плоти, да. Это ужаснее еще. Если мы делаем автоматизацию с помощью ИИ, появляются какие-то виртуальные личности, андроиды, роботы, которые персонализируют, подменяют людей и ведут себя как практически живые существа, мы должны научиться их распознавать. Сейчас легко, в принципе, понять, это робот или не робот, это голосовой робот или не робот. Но я думаю, мы научимся точно так же легко определять, что это дипфейк, что это ИИ нам звонит. Просто парочку вопросов, парочку каких-то вещей будет странно себя вести. Ну, и сейчас пока мы это можем. Не факт, что сможем в будущем. Но к блокчейну привязать твой какой-нибудь персональный айдишник вообще несложно. То есть, людей живых можно вычленять, особенно если заняться. Да, но я думаю, даже основная мера гиены, безопасности, это даже не блокчейн-технические штуки, это социальные штуки. Людей надо просто обучать. То есть, нужно иметь программу обучения в каждой компании, которая говорит, ребята, не открывайте эту ссылку, не кликайте на attachment, если не знаете, от кого пришло. Это же уже эти программы. Это правда, да. И мы должны просто учить друг друга, как этим пользоваться, как правильно себя вести. И это главное, потому что большинство взломов вообще всего происходит в социальной инженерии, в сфере именно кто-то кого-то персонализирует в email, там, фишинг или еще что-нибудь. Все, то есть, тут есть знания, значит, ты предупрежден, и ты знаешь, что делать. Ну, вот я думаю о другом. Ну, смотри, проблема не в том, что мы там как бы безопасность как-то наладится. Ну, будут какие-то там преступления и так далее. Я скорее думаю о другом. Вот смотри, человек, помимо того, что когнитивен, он еще все вокруг антропомофизирует, я бы сказал так. То есть, я понимаю, там у тебя там собака или кошка, но там люди заводят тараканы или паука, которые абсолютно, у них там только разве что центральная нервная система есть. У них не то, что нет сознания, у них нет даже намека на, так сказать, интеллектуальное поведение. И все равно, это мадагаскарский таракан Вася. Вася сердится, Вася грустно, хотя Вася, как бы, это просто таракан, у него нет никаких эмоций. И вот, а тут у нас появится искусственный интеллект, давайте назовем его для простоты, ботами, которые тебе сымитируют какие угодно эмоции, глубокие, неожиданные, неординарные. И к этому еще один раз перемыкает вопрос, который задавались там люди от Азимова и до Лукьяненко, а имитация интеллекта от интеллекта вообще отличается или нет? Вот ты сделал совершенно убоды, которые в совершенстве имитируют как бы Василису 21-го года, любящую Егора Крида, хотя это, наверное, уже для олдов, и так далее. И вот это чем-то отличается от живого существа или нет? Конечно, отличается. То есть, ну, еще не удалось создать действительно копию человека и интеллект максимально приближенных человек. Потому что тот интеллект, который мы видим, это GPT, это же примитивная база данных, на самом деле, у которой очень много взаимосвязей, и это просто генеративный искусственный интеллект, который обучен на всей базе знаний человечества там за несколько веков. Ну, да. И все. Какой там интеллект? Я же не говорю, что там будет интеллект, но имитировать данного может. Очень хорошо может интеллект. И он может, люди могут, люди уже иногда могут не отличить фейки и все такое, да. Имитировать он может. Но я вообще сторонник того, что мы... Есть нечто большее. Я вообще верю в некий вселенский разум и что-то такое. Мы все соединены в какую-то большую Wi-Fi-н-сеть. То, что мы тут городим с человечеством, а как оно пойдет, там, одному Богу известно. Ну, да. Да, так, условно. Ну, да, да. Поэтому есть какие-то факторы, которые мы всегда, как люди, не можем учесть. Я думаю, что у нас ждет какой-то новый мир. Я очень оптимистично настроен к этому. То есть ты оптимист. Вот что важно. Я оптимист. Это в 100%. Потому что мы можем закопаться в какую-то точку, смотреть на ситуацию, оценить ее с точки зрения своей жизни или какого-то контекста исторического. Но я думаю, в целом, цивилизация, честно, эволюционирует. Не все тренды мне нравятся. Да, мне не нравятся тренды, что главная технология. Я считаю, главные это люди. И наше развитие внутреннее. То, что мы когда-то уйдем отсюда. И что мы с собой возьмем? Ну, не все эти материальные блага. Возьмем те качества, которые мы наработали в ходе нашей жизни. Я думаю... Хорошо. Я верю в перерождение и все такое. То есть я верю, что это путник продолжается дальше. Это мы уже в другую сферу повернули. Да-да-да. Давай, смотри. Мы только-только вырулили наконец-то позитив. Я предлагаю тебе предложить нашим слушателям и зрителям буквально какой-то, если это возможно, позитивную историю развития ботов лоукода, ноукода на ближайшие пять лет. Никуда супер вдали. А так вот, что ты видишь, так сказать, прям вот как это будет развиваться именно технология? Да, я вижу, что она в разных отраслях и сферах принесет просто упрощение, ускорение, удобство. Мы просто перестанем делать кучу рутины. Мы высвободим свой потенциал для творчества, для свободы. То есть мы ожидаем, что и в бизнесе, и, так сказать, в личной жизни у нас будет гораздо больше творчества. Больше творчества и больше продуктивной работы. Это отлично. Да, с другой стороны, есть конкурентное развитие, конкурентная борьба и как будет происходить трансформация специальности и как люди будут охотно переходить на новые. Просто я считаю, что нас ждут очень большие потрясения, на самом деле. Очень большие потрясения. Такие, как когда там был изобретен станок, машиностроение. Раньше на лошадях катались. Ну да. На автомобилях. То есть в интеллектуальной сфере происходит та же революция. Это повлияет на очень многие профессии. Я верю в то, что мы сможем коллективно выработать некую стратегию безопасную, как мы сможем все это трансформировать. И перейти на новую ступень развития. К сожалению, такие изменения не происходят просто так, потому что меняется социальная структура. Но это как бы цена. Все есть в обратной стороне. Но опять же, все сводится к индивидуальному человеку. Мы коллективно все вместе куда-то движемся, эволюционируем. Но у каждого человека есть выбор. Свобода выбора. Развиваться или нет. Применять новые штуки или нет. Заботиться о своей семье или нет. Двигаться дальше или нет. То есть это как бы дело каждого. И мой месседж основной это как бы не стойте на месте, развивайтесь, эволюционируйте. Я предлагаю прямо на этом и закончить. Артем, спасибо тебе большое и удачного тебе развития. Спасибо, Александр. Это был подкаст Коптерка Цифровизатора. Скоро встретимся снова. Ну а пока подписывайтесь на нас на всех платформах. Субтитры сделал DimaTorzok